На Чукотке стартовал проект «Детство без опасности». Это федеральная образовательная программа по обучению молодых родителей правилам безопасности при перевозке детей в автомобилях. Она реализуется в соответствии с указом президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года и реализации стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года. В рамках проекта в округе пройдут образовательные тренинги на базе Чукотской окружной больницы. Владимир Сироткин расскажет подробнее. Маленький человек беззащитен. Ему нужна материнская забота, еда, общение и, конечно, безопасность. По данным госавтоинспекции, в России ежегодно гибнет около 400 детей-пассажиров. В эти дни в анадрид прибыли координаторы федерального проекта «Детство без опасности». Это большая образовательная программа, охватывающая сотню городов в 85 регионах страны. На Чукотке проект поддержали госавтоинспекторы и медики. Этот проект направлен на то, чтобы объяснить, как с первого года жизни комфортно, безопасно перевозить и участвовать с ребенком в дорожном движении. Потому что, по сути, характер участия в дорожном движении ровно с момента появления малыша изменится на 100%. Для врачей вопросы здоровья детей всегда стоят в приоритете. Медики планируют организовывать для молодых мам, находящихся в окружной больнице, лекции. Подготовленный специалист разъяснит, как правильно перевозить ребенка в автомобиль и раздаст специальные методические материалы. Упор будет сделан на обязательном использовании детских автокресел и правильной их эксплуатации. Причем, такие образовательные курсы могут быть организованы для обоих родителей ребенка. Если это в городе, то пап мы будем приглашать. Если этот проект у нас будет реализовываться по округу, пока об этом у нас вопрос не стоял, тогда и будем думать уже по округу, как мы это будем реализовывать. А в городе у нас проблем с приглашением пап, только нужно нам понять, хотят ли папы у нас участвовать в данном тренинге. Но желание папы всегда зависит от желания мамы. В Анадре проблема использования детских удерживающих устройств довольно актуальна. Если частные автовладельцы, как правило, своих детей сажают в автокресла, то таксисты зачастую игнорируют правила дорожного движения, регламентирующие перевозку малышей и подростков. В начале июня в Анадре госавтоинспекции проводила второй этап профилактической акции «Автокресло». За две недели к административной ответственности было привлечено шесть водителей из-за отсутствия специальных удерживающих устройств при перевозке детей. Каждый из них был штрафован на 3000 рублей. У нас народ такой, что нарушал, нарушает, будет нарушать. С этим мы стараемся бороться, довести до граждан, что это плохо и что это личная безопасность как участников дорожного движения, так и несовершеннолетних детей. Здесь нужна коллективная работа. В принципе, данный проект в каком-то смысле нам в этом даже и помогает. Одна из целей программы детства безопасности – сформировать у родителей навык грамотного отношения к перевозке детей, причем не только при транспортировке их в машине, но даже во время прогулки с коляской. Молодые мамы должны понимать, что главная защита малыша – это ответственные родители. Этот тренинг, в принципе, является таким инструментом, в целом, которых, на мой взгляд, немножко не хватало для, так скажем, школы молодых родителей, потому что ведь это же там первая ситуация, да, дальше за этим есть вещи, связанные с даже графиком и характером кормления, например, малыша. Там, пеленание, купание и так далее, и так далее. Все эти комплексные вещи, они, в принципе, очень было бы здорово, если бы нам кто-то, ну, разжевал. По словам координаторов Федерального проекта безопасности дорожного движения, Анадыр – нетипичный российский город. Столица Чукотки компактная по размерам, здесь просто некуда долго везти ребенка в автокресле. Кроме того, везде стоят знаки ограничения скорости до 40 км в час. Тем не менее, даже в нашем спокойном регионе ребенку безопаснее будет в автокресле. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.